На лесной полным ходом ведутся работы по установке системы дегазации. Технология позволит полностью ликвидировать неприятный запах со свалки. Сегодня глава Дмитрий Жариков, представители администрации, депутаты горсовета и члены общественной палаты побывали на полигоне, чтобы оценить ситуацию на месте. Засыпать карту полигона грунтом, чтобы предотвратить выход свалочного газа на полигоне лесная. Такое поручение дал на прошлой неделе министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Работы по установке системы дегазации ведутся полным ходом точно по графику. Глава Дмитрий Жариков проинспектировал ситуацию. Я прошу проводить эти работы в отведенные сроки. До конца года эти мероприятия должны быть выполнены. В противном случае мы просто повторим уже то, что произошло с тремя другими полигонами, расположенными на территории Серпуховского района. Когда оператор ушел, полигоны оказались заброшены. Сегодня обвязка скважин уже завершена. Проложены горизонтальные газопроводы. Ранее вскрыты участки для бурения, засыпаны грунтом. Система дегазации заработает в конце июня. Газ по трубам будет поступать на компрессорную станцию, затем на специальный высокотемпературный факел. Обезвреживается свалочный газ при температуре выше 1000 градусов, от 1000 до 1200 градусов. Это обеспечивает полностью уничтожение всех вредных соединений, которые находятся в свалочном газе. И сегодня можно сказать, что лучше нет. Нет лучшего. Это самый эффективный способ. На данный момент компания-подрядчик с Министерством экологии и природопользования Московской области готовит программу полной дегазации мусорного полигона «Лесная». Прорабатываем мероприятие, которое позволит нам полностью весь полигон обеспечить экологическими мероприятиями. Систему по очистке фильтрата и его переработки в техническую воду компания-подрядчик смонтирует до конца года. Специалисты заверяют, после установки нового оборудования экологический ущерб от полигона будет минимизирован.